Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня 19 января 2024 года, и весь православный мир в этот день отмечает праздник Крещения Господня. Мы сейчас едем в центр города для того, чтобы посетить храм и немного прогуляться по городу. Мы, друзья, находимся, где мы? Олдбазар. Олдбазар. Зашли к брату Али, зашили куртку, там у него шов разошелся, у него профессиональные машины, хорошо сделал. Сейчас мы идем в церковь. В храм. Магазин. Золото. Красивые изделия. Это сумки. И вот мы выходим на площадь. Здесь памятник попал и второму основателю Анталии. Это минарет. Идем в старый город. Утром было прохладно, и мы даже думали, что будет такой сильный дождь. Очки не взяли. Взяли зонт. Но сейчас вот погода как-то, не знаю, вроде бы немножко небо прояснилось. И на улице не холодно. А я даже курточку потеплее надела на себя. Джамия, мечеть. Сегодня священная пятница, поэтому люди идут в мечеть молиться. Здесь кафешки. Здесь, ясно, который purчал. Вся, где ходят. Я Alison. Дава. Ясно. 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 Здравствуйте. Выходы на весер вон. Выходы на весер в том составе. Ясно. Выходы на весер в это. Ясно. Асно. Здесь тоже магазины. Вот что мне не нравится на этих улицах. Улицы узкие и машины ездят здесь. Иногда мотоциклисты носятся. Очень надо быть осторожными. Такие зимние светорочки. Здания здесь очень старые. Я уже неоднократно показывала вам это место. Хамам. Хамам. Какое интересное оформление. Смотрите. Не знаю. Арена. Что это такое? Здесь написано что? Дискотека. 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 Говорит. Раньше мы не видели сколько ходили. Что-то. Вечернее время здесь много людей гуляют, отдыхают, веселятся. Дискотека. Увидится. Дискотека. Дискотека. Машина вылетает. Это отель. Дискотека. 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 Да. Дискотека. Это наверное детское что-то. Кафе наверное детское. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Никого уже, наверное, поздно Пришли в храм, 19 число, время обеденное Уже служба прошла, естественно И людей уже здесь мало Сейчас зайдем, посмотрим Люди набирают водичку Хорошо, что мало людей Храм в Анталии является центром христианской общинной жизни Анталийского побережья для проживающих в регионе православных христиан Которые говорят на славянских языках Богослужения в этом храме совершаются на церковно-славянском языке Настоятелем храма является отец Владимир Согласно к текторской надписи Храм был построен на средства семей греков Евстратия и Ефрема Данилидисов Строительство храма было закончено в 1844 году Здание храма было заброшено на протяжении 75 лет А вот в 2006 году были собраны и переданы патриарху Варфоломею более 300 подписей С просьбой открыть в Анталии русский православный храм Данная тема обсуждалась в частности на встрече патриарха Варфоломея И патриарха Алексия II в Стамбуле в 2007 году И в 2010 году состоялось открытие храма Семья Данилидисов посвятила храм преподобному Алипию Столпнику Но было решено, что в обновленном храме Также будет освящен престол и в честь апостола Павла Открытие русского православного прихода в Анталии На канонической территории Константинопольского патриархата Это большой прорыв в отношениях между церквами-сестрами В 2022 году в храме преподобного Алипия Столпника Состоялась синтронизация новоизбранного митрополита Песидийского Иова, который после своего избрания Переехал в Анталию и посвятил свою деятельность Дальнейшему развитию митрополии В которой по настоящее время Помимо этого храма есть еще два В Манавгате и Валании Святынями храма являются Часть мощей преподобного Алипия Столпника И чтимая икона Божьей Матери Кикская Аталийская Мы поздравляем всех православных с праздником Крещения Господнего Пусть чистая крещенская вода Смоет и унесет с собой все беды, печали и болезни Пусть принесет с собой крепкое здоровье, чистоту мыслей И чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной Люди часто спрашивают, почему именно сегодня освящаются воды Мы говорим в православной церкви, что Христос в этот день Уже больше 2000 лет назад Принял крещение от пророка и предыдущих хрестителей Алла И когда он погружился в воду Он благословил эти воды Получается, Христос не нуждался в очищении воды А воды именно нуждались в очищении Господа И таким образом он вернул воды в то природное состояние Которое они имели перед тем, как Господь сотворит человека То есть мы считаем, что вот эти воды, христианские воды Они святые и они райские в своем существе Таким образом мы в этот день наблюдаем и ощущаем благодать рая Который Господь дал нам перед рекопадением Адама и Евы Поэтому этот праздник для нас очень важен И поэтому нам важно осветить этот день Да, много людей сегодня приходило В общем, много людей было сегодня, слава Богу Немножко меньше, чем в прошлом году Так как многие приехали на родину Ну, я надеюсь, что у нас всегда будет опасность Всегда будет ведущие Бывают какие-то иностранные священники приходят сюда служить Но они без нашего богословия не могут заслужить У нас единственный канонический храм в этом храме Сколько лет существует этот храм? Уже был построен в 1845 году И до сегодня еще не существует Но, конечно, был перерыв, когда греки уехали из Анталии И тут не было вообще православных А просто последние 20 лет мы начали служить здесь опять Из-за многочисленных православных людей Кто посвящают и кто живут в этом городе Расскажите, пожалуйста, еще о режиме работы храма вашего Как работаете? У вас храм открыт каждый день С 80 до 6 Службы проходят каждый день В 9 часов литургия Совершается каждый день И вечерняя в 5 часов Добро пожаловать Спасибо огромное! С праздником! С праздником храма Святого Лепестовика в Анталии Поздравляю всех с праздником хрещения Приходите на Брат Боду Святую Для усилийной души и тела Мы ждем вас на исповеди Приходите на причастие Богослови Господь Господь Спасибо большое! Ну вот, друзья, побывали мы в храме Очень приятно было пообщаться с отцом Владимиром Какой контраст! Сегодня христианский праздник, а рядом мечети Сейчас звучит азан мечети Ну, идем дальше Сейчас звучит азан мечети картины и что это али все огорожено к стоят какие-то мостики в общем это насколько я поняла какие-то развалины али говорит вот старый город он же не может под по-русски объяснить так как следует он говорит мы ездили город перге античный город и вот он не провел параллель но я не уверена надо посмотреть что это такое говорит что здесь древние какие-то были строения сохранилась видите все оборужено нравится как здесь готовят и яс мира ба хош был до лучше чем здесь которые ясно люди честно говоря не очень ну и выпьем чайку средний уровень сахара чая по-турецки называется ордана смотрите друзья интересно эта машина подъехала для того чтобы мебель спускают поднимают именно таким способом функции то есть через подъезд никто не запустил погрузили и сейчас будут опускать они привезли и доставляют магазин называется сон косметику и сон косметики в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok